Слушайте, вот чем больше я хожу по разным супермаркетам, по разным отделам разных магазинов, и вот убеждаюсь в одной интересной такой вещи. Не знаю, может быть, вы меня поддержите, может быть, нет. Но вот я уже сколько раз замечала, что если вдруг какая-то возникает у вас проблема, или вы не нашли тот товар, который вы хотите найти, или что-то такое с размером не подходит, вот, допустим, в какой-то обувь, одежда не подходит размер, вы спрашиваете, а вот мне нужен такой размер, а не могли бы вы мне поискать вот этот размер? И вас сразу, не знаю, как в России, опять же, но я говорю здесь, сразу же вас отправляют, менеджер или работник, вот, продавец обычный, он вас сразу отправляет, вот, а вы пойдите вот на наш веб-сайт, а вы пойдите в интернете на наш веб-сайт, дает адрес веб-сайта и говорит, вот вы откройте, закажите, вот вам артикул, вот, вот вашего изделия, которое вы хотите купить. Вот, это вот такое вот у меня было, вот, кстати, опять аптеку вам показываю, это аптека, тут, по-моему, вообще, нет, ну, тут есть кое-что тоже, видите, в свободной продаже, вот, один стеллажик всего свободной продажи, все остальное у них вот там по рецептам, видите, здесь изготавливают по рецептам, и все вот так вот можете заказывать. Да, ну, а я вот продолжу, что говорю, странным образом сейчас всегда отправляют вас на веб-сайт, вот, сейчас покажу вам, здесь вот выбор, я гуляю по Теско, сейчас покажу вам, какой здесь плохой выбор, вот, компьютеров, ноутбуков, вот этой всей какой-то аппаратуры, вот, помню, даже, это я вам здесь сейчас покажу, а я помню, я пришла в такой специализированный даже магазин, вы знаете, так, где у них, это не вижу. Ну, вот, нашла малюсенький вот такой вот, это даже не отдельчик, а какая-то вообще секция из... Вот это тут, как они мне сказали, что у них только таблет, есть вот эти вот, никаких лаптопов, лаптопов, никаких компьютеров, то есть, выбор вообще никакой. И помню я, когда я спросила, а я вот хочу, например, какой-то хороший ноутбук, где мне посмотреть, мне сказали, ну, так вы откройте веб-сайт и поищите, там же выбор-то больше намного, это же все сейчас в компьютерах. Ну, хорошо, ладно. Мне понадобился микрофон к моей камере, микрофон с ветрозащитой, в общем, нормальный, хороший, чтобы вам было все слышно прекрасно. Вот, я пришла опять в специализированный магазин посмотреть микрофон. Спрашиваю, а вот есть ли у вас микрофон? Мне говорят, вот нет, к сожалению, у нас микрофоны не продаются. Я говорю, а стабилизатор вот мне нужен? Я слышала, что специально такие стабилизаторы для смартфонов, для камер всяких, что вы можете мне предложить? Мне опять сказали, вы знаете, вот, к сожалению, у нас стабилизаторов вообще нет. Вот, шесть лет я работаю, сказала мне девушка, ни разу не слышала, чтобы кто-то интересовался, вот, чтобы купить стабилизатор. И опять она мне говорит, а вы не пробовали посмотреть веб-сайт? А вы не пробовали найти веб-сайте? Так вот, понимаете, я что хочу сказать? Ну, и я, конечно, тут же не применула спросить. Вот, послушайте, вы работаете, у вас огромный специализированный магазин компьютерной техники. Это вот не Теска, в котором я сейчас гуляю, здесь только совсем чуть-чуть, потому что это не специализированный магазин. А там магазин был специализированный. Вот, значит, электроника, компьютерная техника. И они меня отправляют, что бы я ни спросила, микрофон, наушники, стабилизатор вот для камеры, да, они меня отправляют на веб-сайт. Пойдите, посмотрите там, и лучше бы там выбор, и лучше бы вам там купить. И я, значит, тут так с иронией спросила. Я говорю, а для чего тогда вот ваш вот этот огромный магазин вы содержите, такой штат? Ну, конечно, зря я спросила у того, кто там работает. Но меня просто уже, понимаете, вот как-то смешно стало. Потому что какие бы ни были вопросы, меня отправляют на веб-сайт. Вот они стоят там, эти менеджеры, куча их там, толпа. Да, в каждой секции свой менеджер, который типа того, что разбирается в товаре, может что-то порекомендовать. И тем не менее, единственное, что они могут, это вас отправить на веб-сайт, чтобы вы там купили. То есть в интернет, вы понимаете, да, о чем я говорю? Так для чего тогда вот это все держится? Для чего держат такие огромные магазины, вот такой огромный персонал, платят зарплаты им? Для того, чтобы они просто элементарно любого человека, который имеет какую-то проблему или просьбу, отправить на веб-сайт. Ну и когда я сказала, зачем вообще этот магазин, если вы всех на веб-сайт отправляете, девушка очень так поджала губы, знаете, ей не понравилось. Вот, и потом она куда-то резко ушла, и я ее вообще найти не смогла, чтобы что-то еще спросить. Вот, ну в общем, конечно, не знаю, замечали ли вы такое, вот мне интересно услышать от вас. Может быть опять же в России, а тем более в Москве, там наверное вообще все по-другому, супер. А здесь вот, вот, вот так, если что-то найти не можете, сразу вам говорят, а идите на веб-сайт, а там вот все найдете. Ну, вернемся, как говорится, сюда к нашим, к нашим товарам продуктовым, за которыми я, в общем-то, пришла. Вот я подошла к секции сырная. Во-первых, она абсолютно опять же маленькая, видите, ну что тут, это разве выбор сыра, не знаю. И потом, сыр вообще весь несъедобный, друзья, ну вот не знаю я, почему такое происходит. Он весь липкий, вот его режешь ножом, он прилипает к ножу, он отрывается, он два дня полежит у вас в холодильнике, он зеленой плесенью весь покрывается. И это не ракфор, как вы понимаете, французский. Это просто то, что уже надо выбрасывать. Не могу, я сыроежка, я обожаю сыр, но здесь я сыра найти не могу. Все дрянь ужасная. Ну вот, кстати, я подвела вас к витрине уже, тоже сырная как бы она, да. Ну и что мы тут видим? Малюсенький уголочек, уголочек от витрины. Где можно какой-то сыр посмотреть, который, в общем-то, никакой. Выбора никакого. Цены очень дорогие. Десять, четырнадцать, шестнадцать, пятнадцать, одиннадцать. Вот девять какой-то, но он несъедобный, как пластилин. А если что-то более-менее, то уже тринадцать, да и то, знаете, пересоленный, недолежалый. Вот пятнадцать, там большой кусок, вон тот вот может быть твердый, похож на пармезан. Но очень дорого. Нет сыров в Англии, нет хороших, как и всего остального. Мясо, пожалуйста, опять смотрите. Свинина сразу же. Вот здесь обычно в этом углу у них была говядина. Ну вот она и есть говядина. Видите, одиннадцать фунтов. Вот два куска. И вот это вот опять филе свинины. И дальше пошла уже свинина. Несъедобная вообще. Рёбрышки, то-се. Вот опять гиф. Куски какие-то, вот они, видите, закрученные тут. И семь двенадцать, ну это недорого, но там тоже, наверное, ничего не съедобного. И вот эти лопатки бараньи опять. Сколько они стоят? Шесть двадцать шесть. Неплохо, цена неплохая. Но только лопатки, больше баранины. Я не вижу. Вот бритиш биф. Вот, одиннадцать девяносто. Куски. Тут вообще тридцать один фунт. И там вот эти ребрышки свиные. Вот весь выбор, пожалуйста. Бери, не хочу. Так, вот я пришла за своей селёдкой замечательной. Замечательной. Два. Эта, пожалуйста. Ага, большая. Да. И эта. Ага, красиво. Да, да. Так, ну вот селёдку, как я уже говорила вам, я покупаю, я её засаливаю. Вся остальная рыба, вообще невозможная дрянь, завалявшаяся одно и то же. Так, вот может быть ещё форель. Сейчас рыбку форелину куплю. 5.50 килограмм, да, наверное, я куплю. Да, и пожалуйста, рыбку форелину. Большая. Какая? Извините. Пожалуйста, вы можете показать мне это? Этот? Да. Пожалуйста, вы можете показать мне? Мужичок, который тут уже... Он меня уже тоже знает, и я его знаю, потому что он мне резал селёдку. Hey, guys, thank you very much. Have a nice day, bye. Который мне селёдку порезал вдоль, когда я попросила поперёк. Помните, Киперс я рассказывала. Так, что ещё хочу вам показать? Вот сифуд. Вот сифуд у них всегда только замороженные. Вот такая вот. Креветки. Там сбор кальмары. Здесь чищенные креветки, креветки, креветки. Маленькие и большие. И кальмары в кольцах. И вот цена наверху, видите, 4-5. И королевские креветки 7. Ну, это вот можно кушать, скажите мне. Вот и всё. И что, я уже не знаю, что кушать и что покупать, друзья. Я просто уже запуталась, сказать по правде. Хоть и дёшево, конечно, у них цена. Я могу сказать это точно, что цена у них совсем не высокая на продукты. Но и продукты своим качеством оставляют желать лучшего. И у них очень часто можно вот такие вот найти, увидеть постоянно. Вот видите, вот это вот опять полка здесь целая, стеллаж. Это всё товары со скидкой. Тут либо они, видите, вот банки погнутые, покоцанные. Либо это открытая упаковка. И вот они, либо вот видите, этот, как он называется, безе, это поломанный. Здесь, кстати, вы знаете, даже у них ещё срок годности не вышел. Просто поломаны были. Или там что-то оторвалось, или ещё что-то. Вот совсем дёшево продаётся. Вот это всё. Иногда что-то, может быть, можно здесь и выбрать. Но не уверена.